Доброго времени суток зрителям и гостям нашего канала это пятое видео по летсплею в игре Imperial Glory. Сегодня мы продолжаем с вами захватывать территории, присоединять другие государства к нам, ну а также вести агрессивную или не очень политику по отношению других. В прошлой серии мы мирно присоединили к себе Швецию, взяли еще пару территорию рядом. Ну а сейчас мы продолжим с вами наращивать военную мощь и соответственно попытаемся мирно присоединить к себе данью и возможные спаны. Давайте посмотрим, что у нас происходит по поводу нажда. Закаляется сталь, скажем так, командира им нужно. Уже можно такого построить, это хорошо, что он здесь. Пусто. Ничего плохого не построит, да? Ну пускай вот так подождем. Очень мне нравится наша Австрия, даже не как Россия, как Австрия представляет для нас угроза. В принципе, нужно по цену. В принципе, можно попытаться отхватить пару государств, точнее пару кусков территории у Австрии, а потом предложить ей мир. Тем самым ставить у себя территорию и замять конфликт с ней. Но в любом случае она не согласится. Так, Молдавия подходит к нашим границам. Через Австрию. Ничего себе. Хорошо. Консульство построено не далее. Отлично. Молокомандир ожидает. Господи, у нас не хватает ресурсов, чтобы построить лучше на время коней. Очень жалко. Очень жалко, очень жалко. Что тут у нас? Ну, ну, скажем так, ничего серьезного. Хотя и у нас тут ничего серьезного такого нету, конечно. В этом плане. Так, а здесь что? Ага, это батарея. Последний регион, который мы присоединили к нашему... К нашей стране. Здесь вообще все пусто. Надо, вижу, потихоньку отстраивать. Пытаться хотя бы. Хотя бы пытаться это сделать. Давайте вот так. А у нас нету ни войск, ничего. Так, эти наши капитаны стоят здесь. Угу. 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 Здесь еще одно войско у нас готово. Давайте с помощью этого капитанишки. Капитана Рухеля усилим все-таки смежную территорию с Россией. Это, конечно, не сильно большое войско. Она не сильно имеет потенциал. Но первую атаку, к примеру, какую-нибудь сдержать мы все-таки сможем. Ну, а здесь придется нам отстраивать. Но это уже будет. Потом. Австрия что-то не нуждается. Тоже стягивает. Не могу понять, почему они все стягивают. То есть, как наши границы. Без понятия вообще. И Россия, и Молдавия, и Австрия. Может, на опережение с Россией заключить какой-нибудь, что ли, союз или какой-нибудь факт о ненападении. Что-то типа такого. Потому что не хочу, чтобы меня потом сначала с заварушкой в спину еще ударили. Молдавия. Ну, и нападаешь. Нет? Нет. Молдавия. Ничего не делаем. Так. Срок действия соглашения по источению границ государства России. Срок. Военная академия построена в регионе Мортавия. Новый командир в Саксонии нас ожидает. Не хватает на улучшение ухода. Ну, это понятно. Второй насос. Такс. Это что у нас? Увеличить скорость исследования на пистолетах. Ну, давайте. Чтобы мы быстрее исследовали. О! Драгуны! Хорошие ребята! Ну, и стоят они нехило, скажем так. Опа! Британия отхватила у нас кусочек. Кусочек. У него, в Британии, легкая пехота хорошая уже нового века. А у нас здесь нифига нема. Поэтому нам нужно будет сделать ротацион. Вот такой вот, к примеру. Вот так. Этих господ. Сюда пока перекинем. Вот. А вообще лучше напасть на них, конечно же. Так. Марокко. Дания. Надо скорее укреплять нашу новую баталью, конечно же. Потому что это не дело. Ага. Вот так вот. Отряд этот строится. Ну, пускай строится эти. Так. Здесь мы что? Надо добавить. Куда бы артиллерию кинуть. Главе не плохо. Тогда у артиллерии нету, дадайте еще артиллерию. Которые, ну, конечно же, не можем себе позволить. Так. Британия. Отхватила у нас кусок... Мы даже не обратили на это внимание. Надо мстить. Мстить. Скинер должна быть страшна. Опять же, видите, в Британии улучшенные войска. Те, которые я называю элитные войска. А эти элитные войска у нас стоят только в столице. Я не знаю, сможем ли мы нашими прошловековыми воинами отбить даже такой немногочисленный отряд Британии, который у нас садился. Давайте посмотрим в любом случае, потому что прощать этого нам не нужно. Будем стараться задавить их конницы. Если конница, конечно же, дойдет. Но всего этого интересного движения. Ну, тут пока ничего интересного. Денег нет. В стране ничего нет. Поэтому завершаем ход. Легкое сражение. 400 против 183. Ну, я не сказал бы, что оно легкое, потому что, опять же, у них воины будут на порядок лучше наших. На порядок лучше. Особенно стрелки, которые сдалека просто, у них дальность больше. Сейчас холодный ветер пронзает у нас до костей, но не болейтесь. Все будет супер-купер четко. Красивая территория наша была. Она нам перешла от Швеции добровольно. Вы должны уничтожить противника. Это ваша главная единственная задача. Чистим Норвегию от ее жопушечей. Отправим их в Ахавлу. Полегко. О, какие красивенькие они у меня. Синенькие. Ах, красавцы. От души в душу просто целую. Вау. Ох, красавцы. Ах, красавцы. Начать сражение решили билить. Так-с. Давайте… пушку вот себе, вас вот сюда, ну а вас через мост. Посмотрим что тут у них пушки. Ну понятно, они сейчас стрелков порассаживают по домам этих вперед и пушками будем держать. Пушки у них улучшенные, 120 метров дальность, а у наших тоже. А, одно и то же в принципе. У нас есть конница, нам бы ее как-то бы по-умному использовать. Ну красивые, красивые. Гундирчики, шляпки. Мне швейцарцы нравятся, хорошие ребята. Во-первых, без боек мы присоединились чисто по-фански, по-дружески. Я не понимаю, что вы бежите? Нет, все обычным шумом, все так. Ну вот и смотрите, у них здесь такие красивенькие, у них золотистые. Красавка, красавка, ничего не скажешь. Я думаю, они не пожалеют, что они к нам присоединились. Пушки, наверное, нужно будет подкатывать ближе. Нам, знаете, главное, с пушек дать залп в одно здание и во второе здание. И на этом все закончится. И они поубегают оттуда, как... Даже не знают, как они поубегают. Очень смешно и комично. Так, армия тут уже построилась, да? До точки дошли. Хорошо. Форсируем веку. Что же делать? Что же делать? Так, ну что, будем пытаться использовать нашу любимую тактику и выводить их на контакт, какой-нибудь. Чтоб они за нами погнались. Главное, чтоб они им сейчас по городу пушкой не дали, пока мы будем выводить их на контакт. Самое главное. Давайте лучше ускорение. Чтоб эти козлы не попали. Смотрите, какой я сахарный кусочек и здесь. Угу, они отбежали. Значит, уже зашилились. Так, армия наша форсировала реку. Хорошо. Нам нужно пушки где-то вот сюда. Так, и давайте, именно, крестьян тоже выводим. Попробуем ему вызвать ближний бой. Ударим крестьянами слева при поддержке одной из конницы. А вот этим двумя отрядом конницы ударим с другой стороны. Справа по ихней артиллерии и... Так, пушки где наши там. Где наши пушки, я не помню. А вот они и будут. Катют-катют пушки. Давайте им сразу помощь. Перестроим нашим вольтоками. Ударим крестьян. Ударим крестьяне у нас никак не могут строиться никакими из вариантов. Ударим крестьян. Ударим крестьян. А, еще и дети, как из-за пушки. Ударим крестьян. Нужно максимально близко их подвести. Насколько-то возможно. Давайте как-то вот так вот построим все. Есть шанс, что, конечно, наши крестьяне не бегут, но мне кажется, после первого залпа половина отряда скосится, но лучше, чтобы первый залп прошелся по тем же крестьянам, чем по коннице, к примеру. Это намного лучше. Так, кушки сюда, на позицию. Так, конницы, давайте надо тоже с этого фланга подготовить, чтобы они потом не бежали полчаса. Так, ничего. Потихонечку. Че там пушки? Блядь, пушки еще так далеко. С другой стороны так близко. Ладно, про тихо и грустень. На марше. Накряжение растет. На марше. Поехали. 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 Так, пушки приготовиться к огню и огонь. Пушки прекратите к огню. Поехали. 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 Сохранят к огне. акушки разложить все это победа ну не так уж и на коне в принципе минимальные потери в основном наши потери пришли на крестьян что не может не радовать поэтому в принципе мы делали с малой кровью но это учитывая что было три армии против 1 это мы потеряли 76 человек мы потребляем больше чем вырабатывая просто жесть мы находимся еду на пороге экономического какого-нибудь кризиса или просто не знаю местные госпитали построены батареи не знаешь нас не хватает на что у нас не хватает нищие бедные надо швецию укрепить обязательно их столицу взлетание может или какой-нибудь пидорас подплыть и высадится там без заказа там у нас никого нету придется опять с этой территории уйти и передвинуться испания предлагает нам заключить союз против империи австрия испания нет за 400 копеек я пока не готов с австрией воевать не готов ломбардия почему вы все еще живы давай давай улепет его отсюда молдари улепет его мне не нравится что ты у меня под боком стоишь так ну что возвращаем тогда получается машин обратно то мы захватили хорошо ребята него оставиваться что у нас здесь почему мы никого не выставим я вспомнил потому что у нас не пересос и испания все-таки пошла против австрии конфликт государства молдавия объявила войну государству пруссия отношения все-таки молдаване связи с совершенным актом агрессии стране молдавии обвиняют следующие страны участниц оборонительного союза марокко господин наш следит марокко стране триполи чтобы привлечь ее наш союз поскольку это же не было принято типа ли становится права полноправным членом наш а значит молдавия капитан тучков со своими пушками видит у нас со своими пушками капитан тучков а то есть нам получается к ним идти нельзя потому что у нас здесь проход то есть мы должны ждать пока не ударят по нам первыми шикарно шикарно хорошо мы подождем пускай так мы подождем то что-то я не могу никого нанять елки-палки и гирякать чем тут имеем значит вот это территория пустая но не панды могут убить в принципе я то ее потом отобью не тяжело будет тут они не затащат и тут они не затащат никак ничем место христиан кому не нужны здесь тоже войско избитая перебитая извините за мой французский ну ладно давай молдава молдова страна чудово нападай пытайся посмотрим что это выйдет и ни хера у тебя не выйдет пешка тонка молдаване чтоб со мной тягаться а если за них россия пойдет вот это уже будет проблематично до россии два ну ладно царь-батюшка или царица матушка раз такие дела что ж господину так что получили дробные молдаве россии страны варик у нас хорошо я вас понял я вас понял ну чтож россиюшка сейчас адгрибейшн пиздейшн и будешь делать но нам тогда придется перекинуть войска крошки болен как поляки но можно ударить неожиданно тут сразу пойдут эти а если перекинуть не могу хотя бы так хотя бы так на защиту скажем так можно будет попробовать затащить можно так ладно вот этих двух сюда и не вот так вот так усилием на всякий случай вдруг чего вообще надо больше здесь штамповать ничего нибудь из этих это будет потом как равное сражение легкое ну давайте попробуем россия сама решила агрессивно себя повести виде хорошо что мы с испами не закончили все из противовства и не влезли в это время потому что нас благодаря сразу потому что Молдова и Россия утро выдавалось холодным временем эти земли насквозь промерзли но снег нелегкий свод и нас эта территория будет нашей согласен ну по крайней мере мы постараемся чтобы она была нашей вот смотрите сейчас у нас не армия сборная солянка получается посмотрите как в армии там и регулярные наши войска наша задача уничтожить все силы противника враг скорее всего будет пытается организовать оборону церкви так что имейте ввиду бесплатно это наша судьба эта земля будет приезжать на территорию и конечно я не хотел с пушек стрелять по храму а для меня пушек нету ну тогда мне переживать нечего начать собирание у них одни крестьяне у нас тут четыре от этой крестьян смотрите обратите внимание такой цвет формы такой цвет формы вот ополчение из польши ополчение из польши так далее так далее так далее ничего сейчас выманут или можно просто устроить веселую мясорубку крестьян на крестьян посмотреть там похохотать как это будет летело со стороны смотреться более это ж у нас поляки их же не жалко правильно вот они заняли церковь эх россия россия я думаю мы с тобой будем дружить а получилось вот оно как михалыч так и что что откроем вот такую вот ручечку здесь вот ну ну так значит вас мы выстроим так а вас пошлем поддержку нашим крестьянам так и вот у нас еще одинаковый крестьян оказался это она сейчас за это заинтересовало тех господ чтоб они кинулись на вас Субтитры сделал DimaTorzok 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 золота по-быстрому враг оттупает мы можем начать исследование начать исследование я освобождаю пленника лутийское море сражение корабля во первых я не умею признаюсь честно на кораблях я отдаю предпочтение лучше автобою так сейчас если россиян петт ударит три макими войсками среди позиции нету нет она перейти хорошо отлично просто я очень рад так тут немножко эффектно поскольку это война только оставляет наших сторонах у вас в франции туда до заключить мир хорошо конца великобритания не придумала не хочет мир случайно родственникам между грустным молдавия ударила там где мы вас к подпитая я их ожидал что они равное сражение у них пушки пушки конечно хочу личность командовать хитрая молодая она выждала пока мы заберем территорию россии сейчас напала бы на нас что в принципе сделал валит наши войска и оставлять территорию россии себе идеально ну чтож здесь нам надо держаться и мы будем держаться единственная наша самая главная задача это с помощью наших полных даже их не ценой уничтожить пушки уничтожим пушки они нас в состоянии не выпадут как ролик умеешь только что мы нападали захватываем теперь защищаем саму согласен победа будет за нами ну чтож давайте попробуем параллельно организовать обороны главное сейчас выловить их не пушки выловим пушки все считайте победа у нас в романе не так не далеко вот сразу про вас мы опять видим что нам там куда это выпендриваться правильно так не помню что у нас тут пошматало что ли что у нас тут не стрелки остались пошматаны вы знаете мы тут когда можем проиграть я почему то рассчитываю что стрелков у нас больше и получается потеряли целый тест стрелков в большом снижении что в принципе не есть хорошо так что там пушки наши ааа блин ну давайте попробуем конечно как бы это надо так промутить если не успеем если не успеем вы можете придать сюда просто за вами потому что не так как по другому просто не так а аааа Задача наших селян, главное, не подпустить их селян или остальных таких ворваться в церковь, там где сидят наши стрелки, это их главная задача, так сказать, первостепенная и самая главная и важная, для остального они нам не нужны, потому что укрепленные наши солдаты смогут очень долго отстреливаться из церкви, если, конечно, не дать пушкам открыть огонь и если не дать ворваться вражеским войскам в рукопашный борт, так мы сможем убиваться очень и очень долго, что в принципе это по канонамару, давайте перекрасывать потихоньку войска, чтобы зайти с тыла, разбить их пушки, ну а потом уже остаток можно будет просто бросить на этих вредных селянками, уже не имеет значения. Для нам, в принципе, даже просто войти в ближний бой в контакт с пушками, а эти уже потом могут стрелять, не стрелять, и они все равно не смогут себе конник убить за один зал, соответственно, нам главное, вот, вы видите, они не разрывают церковь, не разрывают церковь, я не прекрасно понимаю, что если они это сделают, то моя конница ворвется сразу же сзади и делает им чипы в руки. Но ничего, конница все равно я подтягиваю, все равно мы должны попытаться это сделать, и вот двумя точными ударами, в принципе, можно попытаться это сделать. Они пошли в атаку, это уже хорошо. Оставляйте, оставляйте своих этих, давайте быстрее сюда, ребята, быстрее. Так, да, помчались вперед. Помчались. Так, вперед. Конница, давайте, давайте, на вас, Надежда, давайте, родники. Так, пацаны, вы, вперед. Отвлекайте, отвлекайте, пошли, 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 пошли. Вперед. Не дайте им, блядь, вас просто так замочить. Ваши солдаты побеждают. Хорошо, дайте, что вперед будет. Хорошо, хорошо, дальше, 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 дальше. Пропускаем, пропускаем, пропускаем. Вперед. Да не сюда. Где у вас, ебаная? На пушке бейте. Все, на пушке поехали. Отлично. Так, сейчас здесь. Здесь есть. Дальше, дальше пушка добивала. Сейчас с этими селянами заканчиваем саду, красавицу. Поехали сразу. Ваши войска атакованы неприятно. Сразу огонь. Все, мы переустроились почти сюда. Вот так. Ребята, ребята, стреляем. На секунду я просто встану. Ага. Так, все. Мы думаем, каждый понял, за что он получил. Будут знать, как на нас лезть. А что делать? Если по-другому никак. Хотели по-хитрому, в легкую, получить кусок территории России. Не получилось. Враг отступает. Мы уже, значит, преследуем. Начать, да? Начать. Пленных по нулям. Ну, значит, по нулям. Мой ход когда-нибудь уже будет или опять сейчас будет Россия ходить. Слава Богу. Так, что здесь? Так, миссия. Какие-то они хорошо укрепились. Ну, а и мы можем сделать ход конюр, так сказать. Ну, они разбиты-перебиты. Мы здесь. Так, кусок Москва-то. Матушка. Ага. Тоже под охраной. Не под большой, конечно, но под охраной. Надо было тут сделать замес кровавый. Но надо успокоиться. Не надо успокоиться, ребята. Давайте мирный договор с Россией. 2-300. Я тебе 100 копеек посылаю. Отвергнута, ну. Что тогда я могу поделать? Так, ну, в любом случае надо укреплять, ребят. Ну, так. Здесь надо отстраивать хотя бы пехоту. Хотя бы. Так, что тут у нас? Здесь очень многородно. Здесь отряды же можем строить. Ну, хотя бы так, опять же. Сейчас Россия будет бить в ответ. 100% Большая-большая ошибка Россия, что ты ввела свои войска с территории, которая рядом со мной. Потому что мне ничего... Потому что мне ничего... А, там твой друг Молдаван тебя прикрывает. Интересно, интересно. Что же Молдова страна чудово тебе будет предложить? А, там-то низкий, да, снизу-то. Подъебывает немножко. Так, что итого у нас здесь? Раз, пушки, хрень, пушки, хрень. Вот конница. Конница, конечно, меня огорчает. Что тут у нас в Москве? Укрепились. Вот лакомый кусочек без охраны. Нам бы сюда пробраться. Получили бы они у нас пизделей. Ладно. Это будет в следующей серии. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Наблюдайте за нашим завоеванием мира. В следующей серии постараемся наказать Молдову, страну чудову, за то, что она там дерзко на нас напала. Ну, а также, может, кусочек возьмем еще в России. До скорых встреч. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok